всем добрый вечер алкоголик начнем с молитвы, как я привык Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что не в силах изменить мужество изменить то, что могу и мудрость отчтить одно от другого исполнится воля твоя а не моя так, как тему заявляли да, это мое выздоровление ну, во-первых, начну немножко о себе так, несколько минут в Израиль я приехал в 2001 году в начале года жена, первая жена была еврейка поэтому я здесь сразу получил гражданство документы, все нормально прилетел трезвый, абсолютно я сам слабый и родом прилетел трезвый, все нормально и пока тут эти блоки, то там устройства документы бегали, там конторы всякие но честно говоря, было просто не до этого недоводки ну, наверное, было месяца два-три так, такая беготня кушать что-то надо а у меня дети я пошел на работу русская бригада ремонт квартиры ну, а какой же русский военный в бедном стройке покажи себе такого идиота там рюмка, там две, там три, там пять пошли маленькие халтурки там туда-сюда там двадцать копеек, там двадцать копеек ну, и там бутылка там чуть-чуть там закрутило колесо, короче закрутило туда-сюда и в итоге я уже работал буквально за бутылку водки только чтобы налили я был рад этому год так прошел и в один вариантный момент это было тоже февраль, да это была суббота жена с детьми ушла к теще я остался дома с похмелья с жуткого там, какими-то судьбами нашел ну, на если по Израилю двести шекелей ну, то есть двести рублей в субботу это в то время это были очень большие деньги я дошел до магазина не дошел, добежал добежал до магазина вот далеко, но пока ноги кормят когда бухты горя пивка 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 пузырь с собой пивка с собой короче пришел домой обед сварил все но и сам приходит жена я готовы слово за слово слово за слово короче поругались пьяный ударил вызвала полицию дали мне год год тюрьмы и поехала попогатила год тюрьмы год жизни на улице а жизнь на улице без без бутылки это просто невозможно год в тумане годы я не помню до сих пор так что вот что я сделал я не знаю пив вот это знаю точно так что-то отрывками какая-то есть что-то такие моменты в принципе я этого года не помню ну и попал так называемый хостель для бездомных начали нас тягать на группы тягай в наглую это были группы это было 2004 год какой-то бог какие-то молитвы какие-то шаги чего вы хотите ну короче кое-как меня удолбили что я алкоголик да я это понял все дальше не на миллиметр какие-то шаги какая-то программа чего чего вы хотите вы наркоманы вы там делаете что хотите и оставите осталось у меня нет покоя хочу пью хочу не пью в 2005 году в ноябре месяца я возвращаюсь в Латвию вернулся в Латвию начало ноября и 31 декабря мне звонит друг приходи на Новый год Виталик я ходить не могу на самом деле я не мог ходить у меня мой диван где я спал колидор дверь в кухне туалет это расстояние ну может быть метров пять от сил у меня занимало полчаса по времени чтобы сходить попить воды и сходить в туалет полчаса я не мог ноги передвигать какой Новый год куда идти неделю в кровати неделю ни есть не мог ни пить ни спать нищие кошмары всякие непонятно что с головой ужас то жарко то холодно это были мраки как ни в скорости уже в конце января благо моему отчему он мне оплатил козировку тоже у нас в Латвии в то время были довольно большие деньги он мне оплатил да я ее сделал козировку все хорошо устроился на работу там ну и все нормально нашел группы даже в Латвии у нас город Дагуфилс нашел группу начал ходить на группы все хорошо опять же опять же дальше того что я алкоголик и я двигаться не собирался просто не хотел не хотелось это были только только начиная группа в Латвии не так было распространено спонсоров не было вообще в то время по крайней мере у нас в городе то есть насчет шагов там никто ничего не слышал как это что делается я вроде работаю вроде бы я трезвый да не пил честно говоря боялся монгодировки первое время боялся по крайней мере там полгода может больше а что он давно говорит шаман докрутил кто его знает ну и знакомлюсь я с женщиной там переезжаю к ней закрутила семейная жизнь до группы идти пешком 20 минут на трамвае 5 минут у меня семья у меня жена молодая у меня дача у меня дела какая группа я трезвый не пью и не надо дальше чем дальше тем больше чем дальше влезли на толще партизаны в итоге я решил что я все я такой деловой я забросил группы и в итоге в скорости срыв плеваю на катеробку плеваю на все срыв я начал пить начал пить очень серьезно в итоге потеря работы потеря этой женщины с ней поругались я не ушел на меня было дальше больше дальше больше долго рассказывать в 2010 году я вернулся в израиль вернулся в израиль и какими-то судьбами короче связь с этой женщиной осталась я пригласил ее сюда раз два она произвела да все понравилось все хорошо давай и привезла ноутбук научила пользоваться и благо благо ей я нашел скайп нашел скайп нашел скайп группу то захожу то ухожу то захожу то ухожу там скайп так всяк ну и нет нет побухи все равно и уже в шестнадцатом году после дай бог последнего забоя какими судьбами я не знаю до сих пор до сих пор я не понимаю как как я зашел на эту скайп группу это скайп группа светоч она выходит сегодня в девять вечера я зашел на эту скайп группу и в этот вечер я остался трезвый это были тоже страшные отходы не мог ни есть ни пить ни октябрь месяц а в октябре уже в Израиле днем то нормально еще по вечерам уже довольно прохладно у меня опять бешеные долги заквартирую я взял работу поломал руку до кучи то есть работать не мог правой рукой в гипсе ну и в конце концов да я все-таки нашел попал на эту скайп гаскайп группу остался трезвый и скорости есть такая скайп группа еще планета нас слышали довольно известная группа большая я сижу это было суббота сейчас помню хорошо спикерская спикер кто Катя Израиль у меня через бах на стол как Катя Израиль какая Катя Израиль откуда в Израиле целые улики что ли думал не думал в тот момент не было по барабану я в скайпе тут же с ней списался хотя это не рекомендуется в скайпе с ней списался отменялись телефонами после группы мы с ней созвонились и через пару дней я попал на живую группу если город Батьям Израиль попал на живую группу и сейчас вот уже слава богу только на сегодня сейчас секунду что ты сейчас в программе делаешь какие прошло что ты спонсором уже не надо тебя там позвали ну сейчас ну во-первых смотри это у меня один на сегодня один поспонсорный это раз админ ватсов группе одиннадцатого шага председатель скайп группы спикер хантер на скайп группе спикер хантер на живой группе нашей белочки работы хватает и как да вот так вот постоянно это постоянное общение с друзьями с группами куда там 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 говорится там пиши там вроде мелочи да но работы на самом деле хватает вот только на сегодня да у меня сейчас не помню точно сто сто двадцать или сто пятнадцать номеров со всего мира телефон вас россия украина латвия я сам сладкий англия великобритания испания америка куда еще против все я как-то шутил елки-палки даже выпить нельзя полмиров узнает и честно говоря даже как-то не то что неприятно да я не могу подводить людей нельзя меня верят меня знают мне звонят я звонил постоянное общение в ватсапе еще где-то месседжер телефон постоянно в них да и мне это интересно постоянно или я спикерю слушаю кого-то да это мое это мне нравится и когда я с женщиной знакомился получилось так что я рассказал кто я на второй день нашего знакомства третий день пришлось пришлось рассказать это первая женщина кроме сказало да хорошо занимайся своими делами тебе это надо это твоя жизнь пожалуйста я тебя не трогаю я тебя не мешаю и это на самом деле это первая женщина кто мне это сказал мне это очень очень понравилось а так сколько было попыток не хочу считать не помню как подходит разговор к этому делу что чего как пьешь пьешь кто ты что ты сразу бах разворок и ворот все иди иди гуляй то есть алкоголик уже и человек все даже если это трезвый а что я не такой что ли я из другого все сделаны да у меня куча проблем куча долгов ну и что мы живем прекрасно в данное время я один работаю она пока на русском называется биржа труда стоит пока не работает сегодня что будет потом это будет потом решим нормально меня устраивает вот так наверное спасибо 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 ребят еще потом приглаши когда заканчиваем собрание сами останешься на молитву не надо Гене остаешься на молитву? Да, конечно, ему нет. Так, в конце собрания седьмая традиция. По каждой группе анонимных алкоголь, через полность и окраска на собственные силы оказываются от помощи вне. Собранные деньги, группы покупки литературы, обладательные помещения, организации архитекта и занятия наших людей. Сейчас есть время для объявления информации, которые пишут в источнике для АСЦО. Закрепление от этого добавить. Сомнения, что мы здесь, это мнения только тех, кто говорит, а не А в целом. Примите же то, что вам понравилось, и отчасти остального. В истории, вы слышали, Варя, были рассказаны с довериями, но с нескольких конкурсаленными. Оставьте их только в стенах этой комнаты и в ваших детях. Если косплок тема знал, что еще недавно с нами. Какими бы не были ваши проблемы, у нас есть люди, если вы еще не сказали. Если вы попытаетесь держать все открытое, вы найдете здесь полный. И вы постепенно придете к вырубить, что нет столь крупной ситуации, в которой нельзя было бы улучшить. Нет и счастья столь большого, чтобы его нельзя было бы улучшить. Все несовершенны. Может быть, наше гостеприимство не вказало в теплоту нашего отношения к вам, которое есть в наших детях. И в какое-то время вы откроете для себя, что даже если вы понравились нечей из нас, вы все равно любите нас, но и вас. Говорите друг с другом, говорите откровенно, до конца, вот с одним из нас. Пусть здесь не будет сплетен и кричите друг к другу, пусть будет понимание и мир. Тогда любовь к нашей программе будет поразнать на день за днем. Хорошо, желающих присоединиться, спасибо за группу. Там запись в чате, да, просто? Друзья, мой телефон в чате. Кому интересно, звоните, пишите. Сейчас могу. Спасибо. Все, отда, увидимся. Давай день, пока. Спасибо, Великий Иванович.